Приветствую вас. Способ, конечно, есть, то есть есть способ вернуть вашего молодого человека, вот. Надежда, она есть всегда, вот. Поэтому я думаю, что вам возможно его вернуть. Но, смотрите, какая история. Вы уже пытались его вернуть к себе теми способами, которыми вы пытались, и у вас, как я понял, ничего не получилось. Ваш мужчина как боялся серьезных отношений, так он и продолжает бояться этих самых серьезных отношений, и, скорее всего, будет их бояться еще какое-то время. Потому что, ну, таков ваш молодой человек. И в этой ситуации нужно вам постараться для себя самой определить, чего хотите лично вы. То есть, пока я увидел, у вас, пока я увидел, лишь только свое собственническое, ну, собственническое желание в некоторой степени. То есть, а, ваше собственническое желание с ним быть ориентированное не на него, а на себя, понимаете? И именно из-за этого возникают трудности у вас в общении с ним. То есть, вы говорите, что мне тяжело не быть, вы говорите, что мне тяжело чувствовать, что он вот не проявляет ко мне каких-то эмоций, да, не проявляет ко мне каких-то, каких-то, ну, какой-то активности и так далее. Вам тяжело. Вы плачете. Понимаете? То есть дело не в нем, а в вас. И вот то, кем он стал для вас, то, кем он является для вас, нужно в первую очередь разобрать. Потому что сейчас для вас молодой человек очень важен. И именно поэтому, потому что вам молодой человек очень важен, у вас есть сверх мотивация с ним быть. Сверх мотивация с ним быть мешает вам действовать адекватно. То есть мешает, например, ну, например, понять, что человеку действительно ну не время, чтобы побыть без вас, чтобы прийти к чему-то, да, прийти к какому-то решению и так далее. Вот. Вы этого сделать не можете, потому что он вам нужен. И вот, на мой взгляд, самый основной момент в том, чтобы вы увидели для чего он вам нужен. Зачем он вам нужен? Почему вы без него так не можете? И что он для вас значит? Если вы узнаете это, если вы увидите это, прочувствуете, чем обусловлены ваши слезы и так далее, то вы сможете лучше себя контролировать, вы сможете корректировать свое поведение, вы сможете добиваться того, что вам нужно. И тем самым вы не будете в нем так сильно нуждаться, и не нуждаясь в нем так сильно, вы уже сможете начать представлять для него интерес. Потому что сейчас то, как он вас воспринимает, это только лишь через призму давления, через призму ожидания того, чего вы от него хотите, скорее всего. Вот. А это, естественно, ему не по душе. Вот. Поэтому, если вам хочется, чтобы он вернулся к вам, если вы хотите, чтобы он был славно, то нужно перестать на него давить. Вот. А вы говорите, что вы не можете его отпустить, вы говорите, что вы плачете. Это не любовь в таком случае. Это в таком случае что-то вообще другое совсем, понимаете. К любви это отношение имеет поскольку, и вот именно с этим аспектом вам нужно разбираться. То есть проблема не в том, как расположить его, проблема не в том, как расположить его, а проблема в том, как вам стать привлекательной для него. Вот. Вот. Это куда более важно на самом деле. Понимаете? То есть, если вы хотите стать для него привлекательной, если вы хотите стать для него важной, да, вот, то нужно и быть именно той женщиной, которая его привлекает. Понимаете? Понимаете? А пока вы той женщиной, которая его привлекает, не является, к сожалению. Ну, это очевидно, потому что он с вами не хочет быть пока что. Пока что. Вот. И, собственно, как только вы измените свое поведение, как только вы смените свое отношение к нему и будете показывать мужчине, что, в общем-то, они не так уж сильно, не так уж сильно вы им дорожите. Ну, вот. Я уверен, он тут же к вам вернет. Понимаете? Но для этого нужен ваш личностный рост. Для этого нужно ваше развитие. Для этого нужно ваши изменения. Для этого нужно, чтобы вы были готовы поменять что-то в своем отношении к себе и к нему. И вот над этим я предлагаю вам поработать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok